Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Багинская рапсодия. В основу фильма легла реальная история становления легендарной группы Queen, которая стала иконой рока. Музыканты навсегда вошли в историю и стали узнаваемы во всех уголках планеты. Зеленая книга. Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант, нанимает в качестве водителя и телохранителя человек, который менее всего подходит для этой работы. Тони Болтун выше балла, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами. Зато он хорошо работает кулаками. Этот турне навсегда изменит жизнь обоих. Мадонна. Рождение легенды. Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаемо провоцирует и восхищает. Но в 1979 году в Нью-Йорке Мадонна Луиза Чеконе была никому неизвестной танцовщицей, решившей стать певицей. Так начался ее путь к оглушительной славе. Одержимость. 2013 года. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений. Дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью. А безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше. За пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Можно только представить. История рождения одноименной песни группы Мэр Семи. Лидер команды посвятил эту песню о вере, любви и прощении своему отцу. Не подозревая, что скоро она облетит весь мир, станет плотиным цветом, а главное – подарит надежду миллионам людей. Хоть раз в жизни, они живут в сердце музыкального мира, в Нью-Йорке. Дэн – легенда шоу-бизнеса и бывшая глава музыкального лейбла. Грета – музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Но люди бывшими и оказываются для того, чтобы начать все сначала. Выживут только любовники. История древних вампиров Адама и Евы, которые видели еще татаро-монгольское иго и инквизиции. Наслед рабства. В 1841 год Соломон Нортоп был свободным чернокожим музыкантом. Его похитили, отобрали документы и выставили беглым рабом. Оказавшись в Новом Орлеане на фонтации, Соломон сопротивляется и пытается доказать свою правоту, но постепенно принимает и новое имя, и новый статус. Нортоп видит несправедливость и жестокость и старается сохранить в душе надежду, когда-нибудь обрести свободу. 108 ударов сердца в минуту. Лос-Анджелес, Калифорния – это мир бесконечных возможностей днем и нереальных голливудских вечеринок ночью. Оба этих мира стремятся покорить молодой диджей по имени Коу, неустанно работающий над своим пробивным треком, который должен взорвать весь мир. Его замечает и берет под крыло опытный продюсер Джеймс, но все становится крайне запутанным, когда Коу влюбляется в молодую подружку Джеймса. Вскоре перед Коулом встает непростой выбор между любовью, верностью, старыми друзьями и будущим, о котором он так мечтает. Всего 13 минут не хватило плотнику Георгу Эльзеру, чтобы изменить ход мировой истории. 8 ноября 1939 года в Мюнхенской пивной Бюргер-Бройк-Эллер, где Гитлер каждый год в годовщину пивного путча выступал перед ветеранами национал-социалистической рабочей партии Германии, Эльзер вмонтировал самодельное взрывное устройство с часовым механизмом в колонну, перед которой обычно устанавливали трибуну для вождя. В результате взрыва 8 человек было убито и 63 ранено, однако Гитлера среди пострадавших не оказалось. Фюрер, ограничившись на этот раз кратким приветствием в адрес собравшихся, покинул зал за 7 минут до взрыва, так как ему нужно было срочно возвращаться в Берлин. В фильме реконструирован социально-политический контекст того времени, а также события, происходившие с Гергом Эльзером. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok